Музыка Всего один шаг до возвращения на трон. Лидер чемпионата Ульяновска по мини-футболу команды Мобирейт МЧС на очередной матч вышла с предельно простой задачей победить в отдельно взятой игре и за три тура до конца турнира оформить чемпионство. Ну настраивались конечно серьезно, хотели все решить именно в этой игре, не откладывать. Тем более как бы лидируем с неплохим отрывом. Хотели конечно все завершить сегодня. Соперник Мобирейта по 15-му туру Кристалл – серебряный призер минувшего сезона. Сейчас команда также бьется за медали. С ней тяжело каждому сопернику в Суперлиге, но недавно кристаллические неожиданно вылетели из Кубка Ульяновска. На стадии 1-8 финала они проиграли в смене, которая находится в нижней части турнирной таблицы. Зато матч с лидером чемпионата – особая история в жизни клуба. На первое место всегда нужно настраиваться, даже не нужно настраиваться, то-то и оно. И как бы для нас это наоборот. Чем выше команда, тем нам интереснее и нам лучше играть. Потому что кубковая игра показала, что если аутсайдер, мы можем выйти как-то расхлябанно. А если это лидер, то нам не нужно лишних слов. На первых минутах Мобирейт навалился на ворота соперника так, что лучший вратарь прошлого сезона Антон Загородников вертелся как бегло в колесе. Свою команду он спасал раз за разом. Но всем было понятно – гол лидера чемпионата – дело времени. Мы с таким же настроением будем играть, нормально. Это, Серж, Серж, ваша четверка маленькая у вас не получается. Давайте внизу. У вас вверху как пошло вот это вот. И потери очень много. Корректировки возымели действия практически сразу. В очередной атаке лидер второй Мобирейтовской четверки опытный Сергей Савичев ускользнул от лу соперников и пробил точно в верхний угол. Такие удары не парирует даже Загородникову. Чуть позже подоспела и вторая голевая атака. Теперь уже Виктор Злыгорев продавил оборону «Кристалла» и, по примеру, Савичева пробил в девятку. Только в правую. Загородников снова не удел. 2-0. Лидер чемпионата подтвердил свой статус. Командарин, он сделает движение вперед-назад. Мы все по точкам 4 встали. Конечно, они накрывают нас гуденько. Не избавляйтесь, так рано отмечают. Чего уже терять? Давайте получим удовольствие. Для нас главный соперник – это мы. То есть наш настрой, наша самоотдача – это главное. Мы компенсируем, что нам не хватает. Мы компенсируем физическую работоспособность и своими бойцовскими качествами. Именно бойцовские качества помогли «Кристаллу» вернуться в игру. Шла заключительная минута первой половины, когда «Кристаллические» получили право на штрафной. Его взялся исполнять Никита Елисеев. Сильный удар с правой, небольшой реквашет и вот уже мяч в воротах. Такие голы называются в раздевалку. На самом деле был пас. Таймаут взяли для того, чтобы отдать пас на дальнюю, но получилось так, как получилось. А едва команды снова появились на поле после перерыва, Елисеев сравнял счет. Голевая атака получилась незамысловатой. Александр Кузнецов уверенным пасом нашел штрафную соперника, одинокого Елисеева. И защитник с близкого расстояния не промахнулся. 2-2 в самом начале второго тайма. Мобирейт оказался в состоянии нокдауна. Нас подкосили два гола. Первый, который нам забили за минуту до конца штрафного. И второй мы выходим, а счет уже 2-2. Юрий Абдулхаков по своей футбольной профессии нападающий. Но в самые трудные минуты готов надеть свитер вратаря Ганялы. Вот и на этот раз ему пришлось исполнять эту незавидную роль в самом конце матча. Потому что Мобирейт за 6,5 минут до финального свистка пропустил и третий гол. Но как ни старались Абдулхаков с партнерами, отыграться им не удалось. Кристалл выиграл со счетом 3-2, одержав, пожалуй, самую важную для себя победу на финише чемпионата. Можно отдать должное Кристаллу, что по счете 0-2 они отыгрались. Играли самоотверженные ребята. Бились, можно сказать. Я считаю, что первый тайм сыграли хорошо, но во втором тайме немножко подрасслабились. Усталость появилась у ребят в ногах. Все-таки до этого сыграли за 12 дней 6 игр. Я думаю, может быть, даже где-то в этом причина. То, что во втором тайме у нас вообще игра не пошла. Если в первом тайме мы выглядели вообще просто здорово, то во втором не показали той игры, которую должны были показать. Три хет-трика и два удаления. 15-й тур оказался довольно богатым на события. Он начался с волевой победы ПСК над сменой. На гол Александра Костенко ПСК ответил хет-триком Романа Набиева и победил 4-1. Михаил Толзаров из ОМЗ забил столько же, сколько и весь Симбирск. А заводчане выиграли 10-3. Владимир Гвоздев также забил трижды и помог своему контакту обыграть Штальбург 8-2. И, наконец, Платон, хоть и пропустил уже на первой минуте от юниора, в итоге праздновал успех 6-2. Второе поражение в чемпионате практически не повлияло на чемпионские планы Мобирейта. Платон хоть и сократил отставание до 7 очков, но за три тура до финиша это все-таки довольно много. Кристалл, благодаря победе над лидером, не только сохранил за собой третью строчку, но и повысил свои шансы даже на серебро. Календарь оставшихся игр у кристаллических куда легче, чем у конкурента. Шансы ПСК и ОМЗ на место в итоговой тройке тоже имеются, но они средненькие. А вот шансы Штальбурга остаться в Суперлиге просто мизерны. Их еще называют теоретическими. Правда, команде Александра Куневского от этого слаще не становится. Очередной 16-й тур пройдет 16 марта. Его главной встречей станет противостояние ПСК и Кристалла. Для одних это последняя возможность постараться попасть в тройку призеров, для других победа позволит бороться за серебряные медали. В матче первого круга между командами была ничья 3-3. Как будет на этот раз, расскажем через неделю в нашем традиционном обзоре.